доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон гейм и сегодня в рубрике забытые сервера мы рассмотрим один из таких когда-то существовавших на просторах проектов арми 3 ролеплей направления лайф режима проект называется максимум ролеплей и первые упоминания о проекте максимум ролеплей датируется серединой 2017 года но вскоре 8 сентября того же года 2017 данный проект вышел в онлайн состоялось его открытие ну и давайте посмотрим каким он был что там было интересного ну и какие недочеты и ошибки сотворили авторы ну и начнем наверное с того что на момент открытия данный проект максимум ролеплей был ни на что не похожий это был некий симбиоз разных скриптов текстур ну и тому подобное что мне понравилось в этом на этом проекте когда он открылся это направление мысли разработчика но не понравилось осуществление вот это мы и рассмотрим на этом проекте начнем с того что мне понравилось а понравился ход мысли разработчика как он планировал свой проект и что он хотел видеть уже на тот момент на этом проекте были некие очки опыта но то что сейчас называют коинами поинтами и дают за за то что вы присутствуете на проектах так например это было на том же империале да вы стоите на месте вам падают эти очки там же были эти очки опыта за то что вы работаете добываете и потом эти очки опыта можно было потратить на уникальную технику которую мы коснемся чуть позже также было интересно и устроена расстановка объектов уже в то время автор пытался отойти от разброса разных магазинов на карте делая все наподобие как сейчас сделано на тиран оси одним торговым центром вы заходите в магазин и можете купить там абсолютно все от еды до шматья точно также он расстанавливал на карте и точки добычи они стояли одним кластером наверху карты все что вы хотите добывать и находилась в одном районе ездить по карте в разные стороны абсолютно не надо выбираете место где стоят эти маркеры едете туда и выбираете ресурс который вам нужен но ресурсы подвластны были не все это все зависело от очков опыта чем больше очков опыта тем больше ресурсов для вас открывается чем больше накоплено очков опыта тем больше техники вы можете себе позволить но к сожалению оставляла желать лучшего сама карта оптимизация карты ну и как вы можете заметить оформление карты иконки были ну так скажем мягко дурацкие дурацкие абсолютно не читаемые но в общем то вы сейчас это видите так они до конца этого проекта и просуществовали в неизменном виде точно также была проблема и самими точками добычи они были не оптимизированы от слова совсем и если фермерские поля или как хотите это называете фермерские угодья выглядели вот таким вот образом и в общем то никакой нагрузки не несли но только иногда выглядели по-дурацки когда подсолнухи росли из бетона то вот точки добычи ископаемых которые вы сейчас видите вот они-то и нагружали проект администрация об этом знала и все пыталась каким-то образом с этим побороться но к сожалению ничего не смогли сделать и опять же таки до самого конца до самого закрытия вот эти вот объекты здорово просаживали fps и стояли в неизменном виде но как я сказал в самом начале ролика задумка автора и уход его мысли мне очень нравились мне не нравилось исполнение и да действительно вот эта система прокачивания опыта она не играла такой роли для игрока чтобы его каким-то образом заинтересовать нужно было часами просиживать на какой-нибудь одной точке чтобы у тебя открылась другая ну и естественно приходя на эту точку с огромным падением fps а вы чувствовали себя неуютно ну а как выглядели эти точки я сейчас вам показываю сожалению я не смог показать тогда еще на видео как добывается здесь ресурсы потому что опять же таки та система опыта накопление неких очков не давала мне возможности сделать полноценный обзор но были на проекте и другие способы заработка другие виды ресурсов на тот момент на 2017 год на мой взгляд передовые и не встречающиеся на каких-то других проектах так например одна из точек добычи была точка добычи урана которая располагалась далеко далеко в море выглядела на как нефтедобывающая платформа но авторы решили использовать ее как добычу урана добираться туда надо было только на вертолете или на лодке с использованием защитного костюма без защитного костюма естественно наступает быстрая смерть но и даже в защитном костюме находиться там весь день было невозможно тем не менее выглядело это вот таким вот образом и было все очень красиво и антуражно ничего подобного на каком-то другом проекте того времени я не видел только здесь встречалась вот такая вот я бы сказал такой интересный способ добычи урана хотя выглядело это конечно ну я бы сказал спорно да потому что все-таки это макет нефтедобыческой платформы ну а уран просто приклеен автором но все равно выглядело это прикольно был и еще один интересный и уникальный способ заработка и добычи ресурсов но он был на вплотную связан с этими самыми очками опыта вы могли потратить накопленные вами очки опыта на аренду вот такого вот грузовика что же давал такой грузовик помимо красивейших анимаций и взаимодействий он же еще и способствовал в поиске нефтяного зарождения на проекте не имея такого грузовика ни один игрок не знает где может быть находиться нефть только используя вот этот вот автомобиль вы видите на карте где загораются рандомном порядке три месторождения в одном из них будет нефть вам нужно проехать по всем трем в поисках того самого где она есть ну и дальше мы взаимодействуем с этим и на мой взгляд шикарным даже по меркам нынешнего нынешних проектов арма 3 шикарная модель которая устанавливалась выдвигались лапы забуривался бур и начиналась добыча нефти к сожалению пользоваться этим этим транспортом каждый день невозможно стоило это огромного количества очков опыта которые фармились очень и очень тяжко но несмотря на это данной работы я не видел ни на одном проекте даже существующих в нынешнее время в 2021 году я ничего подобного не могу найти ни на одном проекте а этот проект использовал вот такую вот схему добычи нефти в 2017 году посмотрите как это выполнено обалденно красивая модель много взаимодействий много всяческих возможностей у этого транспорта ну и сама добыча выглядит как действительно добыча нефти они с лопатой бегаем мы по точке добывая каким-то образом нефть ну и повторюсь к сожалению та самая система накопления каких-то мифических очков опыта не давала вслазь насладиться игрокам вот этой вот добычи нефти автор немножко прижал эту машинку ну по понятным причинам она была заказана именно под этот проект и делать именно под него также были посмотрите еще в то время выделенные зоны получения автотранспорта я и сейчас хожу по проектам и приходится указывать пальцем разработчикам что них не мешало бы вот здесь выделить зону да а это было уже в семнадцатом году вот на этом проекте автор везде отмечал и огораживал места появления машин сам транспорт конечно же в отличие от тех красивых машинок с нефтедобывающей платформой выглядела вот таким вот образом транспортом этот проект не удивлял ну и еще одна на мой взгляд ошибка автора касаемого транспорта это на проекте не было автопарковки что это обозначало сколько бы транспорта вы не достали и где бы вы его не оставили он всегда будет находиться там только в том случае если вы его привезли в гараж и поставили он исчезнет так весь транспорт валяется на проекте если один человек достанет 5-6 автомобилей они так и будут стоять на проекте и бегая по этой карте я периодически натыкался на брошенный транспорт это было не только неудобно для игрока потому что ты должен всегда держать памяти где ты оставил свой транспорт это было еще и дополнительной нагрузкой и так-то на плохой фпс на проекте представьте себе зашли 10 человек и достали каждый по три-четыре машины сколько будет транспорта валяться на проекте я думаю что это была глобальная ошибка разработчиков которые они так и не поправили ну а возвращаясь к добыче переработки ресурсов и я могу сказать что данная система была тоже уникальной отличалась одна глобально от проектов того времени да и на самом деле наверное с существующими проектами и тоже можно сравнить все переработки находились в ангарах выглядели не вот таким вот образом кстати одна из заметочек всегда на каждой переработке продается вода еду здесь надо было крафтить а вода продавалась абсолютно везде переработка выглядела вот таким вот образом это был достаточно сложный процесс потому что из того что вы добыли нужно было сделать некий продукт продукт который не являлся конечным для того чтобы сделать конечный продукт нужно было сми совместить два или три компонента выглядело это все вот таким вот образом и для того чтобы игрок не испытывал каких-то сложностей здесь же на месте переработки стояли ящики накопителей то есть если вы ошиблись компонентами привезли не то число неправильно перерасчитали вы могли временно воспользоваться вот этим вот хранилищем положить туда излишки или наоборот взять оттуда что-то выглядело все вот таким вот образом на мой взгляд сделано было очень и очень прикольно но на мой взгляд воспользоваться этой переработкой в полной мере мешала все та самая система накопления опыта который открывал вам все новые и новые ресурсы но чтобы все открыть для того чтобы здесь воспользоваться переработкой вам надо было часами сидеть на одном каком-то ресурсе и прокачивать те самые очки опыта чтоб на самом деле не понравилось большинству игроков и не зашла данная система ну если с этими системами механиками скриптами можно было бы поработать и как-то их поднастроить то вот оптимизация проекта до самых последних дней оставляла желать лучшего оптимизации можно сказать не было никакой на данный момент я понимаю что все это строилось напрямую на сервере на карте оптимизации никакой не было каждый объект только-только нагружал и больше просаживал fps ну и в конце концов проект закрылся так и не увидев популярности но идеи которые хотели воплотить в жизнь авторы все-таки оставили след в истории развития арма 3 роли play life направление было интересно посмотреть побегать потрогать и увидеть что-то новенькое еще в том 2017 году на данный момент данного проекта данного сервера нету конечно же жаль жаль что они уходят в историю но это то что касаемо истории то какие проекты были какие закрылись я еще буду продолжать снимать данную рубрику ну а если вы хотите быть в курсе того что происходит сейчас то вот пожалуйста подписывайтесь и переходите в группу арми news здесь самые последние новости проектов как на арма 3 так и на gta 5 на days вся информация о том какие сервера как они живут и развиваются какие анонсы выдвигают что они хотят делать в дальнейшем обновления вся информация вот в этой вот группе арми news который вы можете подписаться и там все узнать и увидеть ссылочка на новостную группу арми news будет в описании под этим видео переходите подписывайтесь на следите за новостями ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел играйте в игры получайте удовольствие и всего вам доброго спасибо за просмотр! а 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 Продолжение следует...